всем привет заехала санта-пешка удар в крыло в дверь дверь под замену дверь дверь уже есть в сборе имею ввиду там петли молдинг пострадал порог залом вишкан туда как-то прыгнул надо будет вытянуть мы вытянем на нее будет четверть ну ради крыла потому что крыло купить труднее чем четверть бушную не знаю докуда четверть обрезанная будет может помог максимум порог поменяем а может даже и нет потому что по минимуму поменяем четверть я еще не видел будет вечером ну в общем вот такой удар что по зазорам если так примерно посмотреть вот поломала даже крыло в этом месте тут стало больше здесь зазор такой маленький весь стал фактически нету как бы чуть-чуть подняла но тогда здесь как-то будет все криво в общем я еще не знаю что куда повело единственное что мне не понравилось мне не понравилось хотя подождите а почему мне не понравилось мне понравилось что зазор маленький здесь зазор большой и видно что крышка раньше сидела на панаре на миллиметров 5 заехавшая сюда как будто крышка ушла туда от удара здесь вот как и должно быть даже много крышка просится сюда податься здесь по верху одинаково здесь под поверху примерно одинаково может даже здесь ниже крышка чем там но если поднять крышку тут еще меньше будет как бы что-то неправильно но когда я закрываю она так и закрывается как будто ригель или ригель тоже от удара скрутился а ну ригель вообще-то стоит криво если ригель подвинуть крышка будет плохо закрываться то есть есть вариант что этот весь угол немножко подняло вверх от удара то есть когда удар был весь угол машины вверх поднялся вот есть такой такая мысль первичная еще ничего не мерил нас так и не ставил нивелиром не стрелял поэтому это только предположение ладно начнем мы с того что поменяем дверь на нормальную где-то тут штекер есть или тут штекер часто соединим четыре усика подвинем снимем там будет штекер по логике вещей петли наверно менять не будем потому что хотя тут герметика нету дело то что тут уже вазили крутили поэтому еще возможно продавленная стойка надо посмотреть на ту сторону ладно меняем с петлями дверь потому что сказали надо поменять с петлями значит меняем с петлями не буду менять петли на кузове пусть будут здесь у нас как раз болтики которые дверь держат они типа центруются к ней не регулируются никуда это хорошо значит станет на свое место так петли должны быть параллельны 1 2 они и так параллельны но это петля у нас зашла в стойку сейчас вот это все место выглядит как в общем петля продавленная но она видно черный цвет фотоаппарат черный цвет передает плохо видно что стойка ушла она ушла и немножко провернулась вот это место туда задавила когда удар был по двери согнула тянуть я думаю не надо потому что здесь есть хороший большой люк все эти болты видно всегда можно взять доску и кувалду аккуратно выбить сейчас это делать не буду сейчас навешиваю дверь посмотрю как что стоит поставил дверь петли родные остались но все как я и говорил торчит передняя дверь относительно задней вот это место туда ушатанная но есть вариант еще что и петля придачу согнута потому что где у нас нижние где на свет не одинаково не походу одинаковые рв мр мр они одинаковы я конечно ничего не вижу но он бывает когда петля прикрученная идет удар дверь вот эти ушки чуть-чуть подгибаются а так как отверстие тут овальное если даже между центров на и между центрами если они подогнуться станет меньше то все равно она станет нормально поэтому сейчас изначально на снять петлю поменять снял дверь снял нижнюю петлю поставлю с целой двери верхнюю трогать не буду она нормально у нас в гараже гаражные кооперативы там свет ремонтируют поэтому сейчас нет свет поэтому темно снял вот видно как петля продавила особенно верхнюю часть и нижнюю нижнюю больше блин не видно вот так может быть видно все эти бугры насколько она продавлено и он видно видно щел то есть вот тут зазор миллиметра два два с половиной тут есть хороший доступ поэтому сейчас доску кувалду аккуратно выбью чтобы это все было чтобы это все было в одной плоскости начиная от кантов и заканчивая вот этим местом это все должно быть одна плоскость она у нас нифига ни одна или электричество дали большин и опять выключили так хотел вам показать при свете какой тут зазор большой поставил дверь поменял нижнюю петлю все равно чуть-чуть я не добил буквально миллиметра два это мы потом добьем когда следующий раз буду с ним она не регулируется поэтому надо обязательно выбить зазор полностью одинаковый весь отличный зазор здесь зазора сейчас вообще нету надеюсь когда потяну это все его откроет хотя кихи узнают сомневаюсь надо тянуть будет и смущает меня вот этот большой зазор какой-то он он большой но и клина клином же стекло идет маленький здоровый этот зазор по рамке не помню да практически он и одинаковый нормально там резинка у них так выбирает похаба поэтому толком не определишь не определишь здесь все чики-пики только надо чуть-чуть на пару миллиметров здесь вот это положение туда-сюда я пока ориентируюсь только по рамке я надеюсь дверь не согнута потому что если западлицу с крылом вот сделать тогда и тут хуже получается то есть она хуже получается когда торчит немножко тогда лучше не знаю может она все еще туда и затянута может быть потому что крышка плохо закрывается зазора нету зазор большой сейчас снимем фонарь посмотрим что там ну и нужно уже начинать крепить машину к стапелю закрепил машину на стапель дело в том что здесь порог пластиковый я его не сниму он не съемный не то что на этой модели я просто знаю что именно этот порог не съемный поэтому поэтому лапу держит зажимы держит немного только до начала накладки там поставил дополнительную стяжку потому что там реально блин понты такой держит зажим что может не выдержать и значит нивелиром короче я поставил машину думал ногами ножками стапеля подвинуть выставить по нивелиру машину нет она автоматом сама и стала невеличку кончик нивелир кончик морда ровно стоит кончик крыла в кончик крыла никуда ничего не ушло сейчас нему ригель потому что он перекошенный закроем крышку посмотрим почему там зазора нету дальше смотрим и разбираемся почему здесь очень маленький зазор и здесь почти заподлицо а здесь у нас крышка вот до этого момента доходит торчит соответственно зазор большой снял накладку по высотишь у нас все одинаково снял накладку померил блин длинный ну 91 может быть без миллиметра без дух ну 91 91 ну давайте диагональ померю 2 и 2 2 и 2 как думаете сколько будет правильно будет будет 1 и 2 здесь меньше на сантиметр значит надо эту диагональ увеличить на сантиметр крышу подать на 5 миллиметров когда бы когда мы крышу в бок сместим на 5 миллиметров тогда здесь уменьшится на 5 миллиметров здесь вот видно старое место крышка подойдет на 5 миллиметров здесь у нас не будет так здесь крышка подойдет будет красиво а здесь у нас крышка не будет торчать потому что она сейчас реально если трогаешь ну так вот кажется что торчит ну здесь соответственно увеличь вот такой казалось бы небольшой удар а крыша сдвинулась это плохо потому что накладку снимать надо забыл сказать кроме вот этих видных повреждений еще машина так получила диск здесь есть болты которые прикручиваются прикручивается ступица кулаку их разорвало и согнула вот этот рычаг этот рычаг другой тот согнулся вот такой удар никак я не ожидал что уйдет крыша хотя я я думал весь угол этот поднялся вверх оказалось просто ушла крыша поэтому когда будем тянуть этот угол ну да я чуть неправильно рассказал я же не померил я же не померил знаете что сейчас мы померим еще один момент возьмем от этих штук то нет это это глупость это глупость не мог угол тут согнуться чтоб это . подошла сюда не могло все работаю что работаю даже не знаю что делать с чего начинать потому что я могу вытянуть сейчас вот это все потянуть надежде что крыша пойдет но у меня четверть будет вечером потянуть без четверти как-то не охота я же не знаю в каком состоянии она придет значит мы намерили что у нас разная диагональ теперь попытаться на понять что куда еще дальше ушло не нивелир на петли между кузовами петлей светит здесь светит над кузов эту точку надо опустить на 3 миллиметра вверх поднята ну да если диагональ сейчас туда толкануть тот угол чуть приподнимется опуститься все верно значит сейчас не велик переставлю кончики стоят ровно что еще одна загадка сейчас кончики стоят ровно по нивелирчику загадка что кончики стоят ровно по нивелирчику но если направить на один два три вида центр болта винта центр здесь у нас угол выше весь на 5 миллиметров выше 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 даже если на полку направить на внутреннюю вот направо на полочку видно лучик уже убегает в плоскость он уже не по конту а убив убегает именно в плоскость здесь лучик ниже кранта миллиметров 5 вот этот весь угол от удара поднялся удар был хлобысь и весь угол подняла на 5 миллиметров вот такие пироги ну да и я ожидал что подняла потому что мне не нравился зазор вот когда когда я ездил смотреть машину здесь зазора не было ригель то вроде нормально замок закрывался здесь была большая щель я и предположил что это все крыло всю четверть затянуло возможно так она есть и теперь если тут зафиксировать угол а этот опустить опустить тогда это диагональ будет больше это будет меньше а сейчас наоборот это больше от меньше есть от угол опустится крышка подойдет к планке крылу будет зазор меньше все правильно от удара значит угол помяла ну мы разобрались с вами что угол этот поднялся вверх теперь надо понять от какого момента он поднялся я померил в районе этих частей не поднялся самое проще подождите подождите или это бред я увидел какую-то складку такую вот что это такое по я этого раньше не видел я только что заметил герметик которую складка это какой-то бугор и вот у нас есть складка перекушенный лючок это уже хуже сейчас полезем с фонариком смотри днище что там не знаю что это я полезем посмотрим вот есть вами два места хорош я просто полости померил одинаково 7373 там 7374 ну вот примерно 7374 все вот эти места одинаковые что с этим я не знаю неужели пошел стакан весь вижу оторванный герметик вижу оторванный герметик дело то что рычаг был согнут рычаг был согнут один рычаг только был согнут чтобы эта часть туда пошла давно не поверю есть бугор сейчас разберем ключ раз посмотрим если там бугор думаю нету вот там мы увидели бугор складку здесь бугор нет но здесь еще хуже с днищем здесь тоже но все в складках как будто весь тот момент сюда подался бред не верю перемычка что полностью целая которая держит стаканы даже намека нету чтобы она куда-то что-то ушла лезем на днище смотрим просмотрела все днище бред фонарик начал сдыхать вот там складки у нас аж под баком ничего я тут не увидел туда но все нормально и полностью не герметик нигде не полопался ни единой складки поэтому не знаю что за такое задний этот подрамник на подушке ровно сидит на подушке ровно на подушке ровно на подушке ровно фиг его знаю что тут такое не знаю что то были и есть за складки я разобрал тут все лишнее поснимал есть у нее такие отверстия я тут все померил блины них я я не намерил полностью ровное днище но единственное что высоты высота там поднята а так все длинные не гонали ровные взял молоток резиновый бабаху одно одной складки уже нету ударил по 2 уже 2 нету ударил по 3 уже 3 нету остались только вот провал один провал и второй провал идет маленький третий провал сказать бы чтобы это все ушло сюда да бред такой бред полный с этим по это все пока оставляем будем тянуть арку будем опускать угол может что-то там и изменится хотя что же может измениться их его знает дело то что чашки крепления задних амортизаторов тоже полностью диагональ ровная миллиметр-миллиметр поэтому днище я не знаю что такое было ладно нафига ну нам надо нам надо крыло сделать но готовимся к потянуть свет я выключил чтоб нивелиру лучше было видно большой круто торчит до 5 миллиметров не доходит крышка угол если вниз падать тогда угол опустится здесь подойдет домкрат это так сейчас ради чистоты эксперимента стяжка нивелир здесь угол выше вот пару качков уже угол у нас одинаковый если закрыть крышку что будет вот а здесь было заподлицо теперь крышка ушла торчит крыло отличники зазор всего отлично села села и вот как должно быть то есть поняли да если крутить сейчас тут крышка выберу выбежит убежала убежала стал большой зазор машина темная блин плохо очень видно через силу сейчас ломать не будем ладжерон вниз когда будем крыло оттягивать тогда уже будем по чуть-чуть давить вообще как-то знаете я вот несколько раз дала ну потом бросил смотрю уже и не 5 миллиметров уже 3 миллиметра всего лишь по нивелиру отличие идет там центр здесь ниже на 3 миллиметра лучше ниже на 3 миллиметра хотя было на 5 и сейчас я смотрю уже отличненько уже более-менее нормальненько тут еще надо что подошло здесь было еще больше изначально уже поярче то есть вот таким нехитрым движением ради пробы уже немножко и опустили лонжерон он типа в напряжке в натяжке был садили все нормально ладно то все фигня готовлюсь потянуть арку хотя четверти еще нет но сейчас аккуратненько подтянем нам еще надо с этим зазором пободаться найти этот зазор на машине вообще нету и а а и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Примерно центр может быть ниже отверстия на миллиметр. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Можно сейчас кувалдой бабахнуть, оно и назад зайдет. Но это мы не трогаем, потому что четверти еще нету и как она придет, я не знаю. Сейчас как западло какое-то придет, вот так вот или я фиг его знает. Тут еще проблема со стеклом. Проблема со стеклом. Стекло сидело на болтиках на четырех. Но винтиков тут уже не было, когда разобрали. Потому что здесь стекло полностью идет вклеенное на стекольный клей-герметик по кругу полностью. И как его вырезать, фиг его знает. Возможно придется эту резинку снять и ликвидировать. Ну то есть резинку все срезать, резинку вытянуть, стекло отдельно аккуратно вырезать. Зазор между задней дверью и задним крылом уже появился. Ну еще маленький, но крылом сыграем, когда будем варить. Если оно в процессе дальнейшей вытяжки не уйдет. Да, оно тут вот. Складки-складки, возможно его и подтянуло. Подтянуло, держит. Его можно было бы вырезать, чтобы дальше работать. Но, как я говорю, нету четверти. Ждем четверть. Прошло полдня. Мне не получилось сегодня работать. Я знал, что у меня день такой будет. Мне машину с Киева пригнали. Пока машинку поставили домой до меня. Пока я людей на автостанцию отвез. Пока полялякали. Так и прошло время. Приехали друзья, вырезали форточку, которую... Которые ее вклеивали. Вот так вот. То есть, после этой машины уже есть машина в очереди. Нам машинку с Киева пригнали Аня и Руслан. Спасибо им большое. Привезли мне вот такой кофе. Кофе чашечка. Новая в гараже будет. Теперь можно гостей принимать, потому что у меня нет чашечки. И кофе так много. Класс. Это допьем. Начнем это пить. На полгода запас кофе есть. Так, я не помню на чем я остановился. Не помню на чем я остановился. Помню дверь поднял максимально вверх. Потому что здесь зазор больше нормы был. Теперь вроде по-людски. Теперь все по высоте одинаково. Зазор полностью одинаковый. Только-только надо будет петлю еще выбить. Тут буквально, блин, понты. И рамка сейчас торчит. Как раз выбьем петлю. На этой петле каруселька поиграется она. И уйдет туда. Все класс. Сейчас мне везут четверть. Сейчас привезут четверть. Посмотрим какая она будет. И начнем уже. Можно будет начинать рубать. Уже отсверливать. Ну только не сегодня, а завтра. И все остальное мы уже доработаем без крыла. Изначально разница диагонали была четыре миллиметра. Сантиметр. Десять миллиметров. И петля, помните, была выше. Сейчас я померил диагональ. Четыре миллиметра. Еще она разная. Но луч нивелира бьет уже именно подкладочки, которые стоят между петлей и кузовом. То есть крыша стоит ровно. Сейчас будем опускать нивелир, смотреть где. Где все равно чуть неправильно. Ну направил зачем-то. На кубики. Этот кубик ниже на пару миллиметров. Бред. А если на место крепления бампера, то всего лишь на миллиметр. Эта сторона выше чем-то. Не, по сути нормально. Миллиметр уже не в счет. Нормально, нормально. Но диагональ все равно чуть-чуть разная. Может я эту не так мерил. Блин, тут бы померить именно от этого болтика. Но я никак не померю. Поэтому возьмем опять же вот эту прорезь. Видно для накладки. И померяем. И вот так померяем. Ага, двоечка. Один из шесть. Четыре миллиметра разница. Четыре миллиметра разница. Показывают как бы крыша. Если взять, что высоты одинаковые. Крыша всего лишь хочет уехать на два миллиметра. В бок. Это ни о чем. Поэтому это пока не трогаем. В дальнейшем не знаю. Будем трогать, не будем трогать эту диагональ. Она тут ни при чем. Тут как у большинства машин. Внутренние все обшивки. Внутренний металл криво сварится с наружкой. Потому что если взять направить луч. Низ отверстия. То здесь у нас луч. Блин. Надо нивелир батарейки завтра купить. Луч выше отверстия. Хотя по вот этим показывают на миллиметр еще вниз надо. Тогда будет еще хуже. Это просто. Все. По внутрикам сильно не ориентируемся. Если взять прорезь на задней панели. Одну вторую. И померить до. Ну я имею в виду рулетка зацепить. И померить до петли. Вообще миллиметр в миллиметр. То есть петли стоят относительно кузова хорошо. Относительно к крыше все у нас стоит нормально. То что диагональ у нас 4 метра разница. Это ни при чем. Забиваем на нее пока. Еще один момент обнаружился. Когда закрываешь крышку. Здесь у нас радиус в идеал начинает идти. От крыла переходит в крышку. Ну то есть как и положено. Здесь у нас чуть не получается. Потому что здесь у нас все время торчит крыло. Померил я. Примерно. Примерил там. Ага. 5,9. Примерно прикинул. Ага. 6,2. Типа растянута чуть-чуть здесь. Так же если здесь померить тоже. Все то же самое происходит. 8,2. Возможно будет больше. Ну 8,4. Где-то тут или разогнулось. Или это крыло просто приварено. Отсверлим шарахнем будет ровно. Или крыло задвинем там позволит. Будет ровно. Он тут уже по фонарюбам делать. В общем я все здесь раз перемерил. Все здесь раз пересмотрел. Ну не вижу тут уже никаких проблем. Поэтому дальше можно тупо отцверливать крыло. Отцверлим крыло. Выровняем нижнюю арку. Блин она правда тут порватая такая. Ну то есть тут дырка. Может не. Менять не будем. Заварим. Все это отравняем. После того как крыло снимется. Может еще там какие-то повреждения увидим. Так ждем четверть. Сейчас четверть привезут. Посмотрим еще на четверть. Ну вот что я говорю. Здесь сейчас все отлично. Тут тоже отлично. Я снял. Тут как бы все так бук. И в радиус один переходит. Хороший. Может надо резиночку на миллиметр поднять. А здесь не получается. Начинает торчать крыло. Буквально на понты. На пару миллиметров. Как бы или крышку разогнуть. Или крыло забить. Трочно крыло забить. Крышку трогать нельзя. Она ровная. Потому как если сделать. Чтоб это все совпадало в один радиус. Тут не фиасия. Зазор громадный получается. Неправильно. Надо туда забить. Я еще один фокус с нивелиром придумал. Чтоб не ставить второй нивелир. Смотрите. Нивелир светит на угол. На уголок крыла. Можно было конечно сейчас взять. Маркером отметить точку. Принести нивелир. Направить на точку. Он бы показал где это крыло стоит. Но это же нести надо. Но если взять. Вот у нас лучик выходит. Но если взять что-то ровное. Ну к примеру доску. Мы же все умеем стрелять плоскость доски. Ровная там она или вогнутая. Ну вы поняли да о чем я. Там ага прогнутая чуть. Если вот так вот доску поставить. Будет луч. Луч. И вот так вот. Если смотреть 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 смотреть. То видно. Что луч у нас. Выше получается. Короче луч бьет выше. Крыло подняло. Поднялось вверх. Вот. Если мерить. Вот внутри кол. Вот. Мерил. Вот. Мерил. Не поднялась. К чему я это все что поднялась. Дело в том что я сейчас намерил что весь этот батон. Прыгнул на 5 миллиметров вверх. Здесь больше нормы. Я нивелир ставил луч. Мерил одинаковое расстояние. Вы поняли да. Вот так. Мерился. Там букву. Вот так вот я. Мерил. И оказалось что этот батон поднял вверх на 5 миллиметров. Потом я взял. Померил проем. Диагональ проема. До резинки. До этого не мерил еще. Только до этого. Оказалось на 5 миллиметров больше. На 5 миллиметров выше этот угол. Как я и предполагал. Вот удар был. Крово. Его и подняло вверх. Мне просто. Мне просто не нравится зазор один. Во первых мне не нравится что тут его нету. А во вторых мне не нравится. Здесь то у нас все класс. Мне не нравится вот здесь большая прорезь. Радиус. Вот это большой радиус. Он должен быть меньше. Если вот тут у нас еще идет все чики-пики. Ровное. То здесь вот большой. Плюс к этому ко всему. Если тут все классно. То ригель все время сидит ниже своего места. То есть ригель у нас все время черкает вниз. Ригель на месте. Как будто или дверь хочет вниз сломануться. Ай блин. Или угол вниз. Так угол вниз еще хуже будет. Блин. Что я говорю. Не то вообще говорю. Я не то говорю. Но я понимаю что вот этот угол надо опустить. Так. Начинаю немножко путаться. Вот это место мне надо никуда трогать. А там надо опустить. Зазора нифига ни черта уже нету. Я не знаю где он делся. Он такой маленький тут. Поэтому завтра я чувствую еще будем тянуть сюда окрышка. Вон угол тут уперся. Вот. Я вот так опускаю. Угол чувствую на резинке вот уперся. А этот вот еще играет пару миллиметров. И тут уже большой зазор. Блин да и тут нифига они маленькие. Да нет он одинаковый. Надо короче. Ладно. Фиг его знает. Оставляем это все на завтра. Уже шабаш. Уже больше шести вечера. Хватит работать. Ну так то в принципе я не знаю что мы за день сделали. Ни черта не сделали. Потому что я толком и не работал. Туда сюда людей отвозил привозил. Пока ждал четверти то в итоге дверь почти вогнали. Ну нету здесь зазора конечно не будет. У нас же арка вся в складках. Она вся и стягивает. Вот такой зазор сделаем. Ой. Вот такой разрез сделаем. Потянем. Все тут будет. Класс угол осяет вообще проблем не вижу. Значит привезли четверть. С четвертью мы берем крыло. Ну нормально столько обрезано. Отлично столько обрезано. Деду Емельяну привет. О меня же там Антошка просил привет передать. С моей копки. Антошка. Антошка. Привет. Как есть так и будем менять. Может чуть ниже. Тут может чуть ниже. Еще не знаю. Ну крыло нормальное. Только блин. Я наколупал одну дырку. Но ничего страшного. Мы ее латанем. Заварим. Вообще проблем не вижу. Отсверлим. 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 И так идет. Сюда идет. Здесь от сверлим. Отсверлим. Все мы от сверлим. Отсверлим. И наверное весь этот порог врежем. Я тут почищу. Если он тут целый. Тогда врезаю. Если даже и не целый. Тогда вот шелчок дадим. И вниз опустимся. Этот порог мы и заберем. 1 2 3. А 3 дырки 7 сантиметров. Сигаретку положу От третьей дырки 7 сантиметров Бук, вот, чик Лучше я его сделаю Мне его сделать вообще не проблема У меня же есть мост для вытяжки Калечки приварим, вытянем А крылышко поменяем Не знаю еще По радиусу Лень чистить Может дадим ниже и пока ничего Все, есть Оставляем все на завтра Я думаю завтра больше работы сделаем Завтра цель Я думаю крыло на саморезы прикрутить И выставить все, это завтрашняя цель Всем удачи, всем спасибо